Как улучшить выносливость? Выносливость это та черта, которая показывает, как долго наше тело может справляться с физическими нагрузками, превозмогая усталость. Выносливость можно даже измерить, стоит только замерить время. Как долго те или иные мышцы могут справляться с нагрузками? Люди, которые обладают такой чертой, как выносливость, добиваются больших успехов в спорте. И стоит отметить, что выносливость так же, как и физическая форма, поддается тренировкам. Как бы странно это ни звучало, но выносливость бывает несколько видов. Первый вид, общая или, как называют ее некоторые спортсмены, аэробная. Она определяется по тому, как организм справляется с нагрузками средней степени тяжести на протяжении долгого времени. Второй вид выносливости, специальная, она определяется по тому, как организм справляется с специфическими нагрузками на протяжении долгого времени. При этом упражнения должны выполняться в определенном ритме, который задан тренером. Второй вид выносливости, в свою очередь, делится на три подвида. Первый – скоростная. Этот тип выносливости определяется тем, как долго спортсмен может выполнять нагрузки в заданном ритме. Второй подвид – координационная. Здесь о стойкости организма судят по тому, как выполняет упражнения по его движениям и технике выполнения. Третий подвид – силовая. Здесь о степени выносливости говорит то, сколько упражнений может выполнить человек и при этом остаться энергичным и полным сил. Для того, чтобы повысить общую выносливость организма, необходимо выполнять циклические упражнения. Это ходьба, плавание, езда на велосипеде, катание на лыжах. Подойдет даже рубка дров. Во всех этих упражнениях задействованы практически все группы мышц нашего организма. Что вам необходимо для повышения выносливости? Если же вам нужно проработать над специальной выносливостью, тогда вам нужно делать соревновательные упражнения. Это такие упражнения, которые имитируют состязательную борьбу. К ним относятся прохождение полосы препятствий на время. Многократные забеги на короткие и длинные дистанции для улучшения времени. Отработка стандартных положений в футболе и баскетболе. Работать с такими упражнениями можно с помощью нескольких техник. Первая – техника равномерного характера. Эта техника включает в себя работу без перерывов, тогда, когда соблюдаются постоянные скорости и ритм. Номер два – переменный метод. Техника заключается в постоянной смене нагрузки с легкой на интенсивную. Номер три – метод повторов. Упражнения выполняются очень быстро. На каждое отводится всего 20 секунд. Затем наступает небольшой перерыв. Номер четыре – круговой метод. Эта техника повторяет метод повторов, за исключением того, что вместо перерывов на отдых выполняются новые упражнения. Я для вас подобрал самые лучшие упражнения для развития выносливости. Помните, каждый из них требует регулярных и долгих тренировок. Первое – медленный, но длительный бег до двух часов без остановки. Номер два – быстрый бег на короткие дистанции. Номер три – чередование ходьбы и бега несколько часов подряд без остановки. Номер четыре – медленное, но долгое плавание. Номер пять – футбол. Номер шесть – баскетбол. Номер семь – бег на лыжах до 15 километров. Номер восемь – прыжки со скакалкой. Выполняйте упражнения одну минуту, затем отдыхайте две минуты и повторяйте снова. Номер девять – неспешная езда на велосипеде по городу. Понравилось видео? Ставь лайк. Обязательно подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok